Согласные звуки Согласных звук в английском немного Всего 24 Гораздо меньше, чем в русском языке С чем это связано? Ну вот, как раз Языки тут распределились по-разному В английском есть долгие и краткие Но зато нет твердого согласного и мягкого согласного Ну, чтобы пояснить слово угол и уголь В русском разные слова Английский этой разницы не знает Это первое отличие И второе В английском языке нет такой традиции Оглушать согласный звонкий звук Когда он стоит на конце Или другой согласный Мы говорим арбуз Мы говорим берег Мы говорим вторник В английском звуки должны произноситься четко То есть звонки не оглушаются Вот два главных отличия И вот, да, у меня не та картинка Сейчас я найду ту И вот мы начинаем Значит, опять же Вот наша книжка Прогулка по королевству английский язык И на той же самой странице На пятой Вот я сейчас увеличено Показываю вот эти звуки Значит, звуки, как известно Бывают Звонкие и глухие Согласные И мы, соответственно, все эти 24 звук разбили на пары Есть звонкие, есть глухие и есть непарные И в результате нашего патьяна Патьянца получилась удивительная вещь В английском языке, соответственно, 8 звонких, 8 глухих И при этом совершенно неожиданно оказалось еще и непарных тоже 8 Хотя цифра попалась в общем-то случайно И вот начинаем Звук Начинаем Звук Б Русский звук Б Не надо мудреть Слово БИГ И вот русский звук П Вот это звук П Ну, примем слово БИГ Да Ну, и в качестве непарного взяли звук М Ну, как в слове то То же самое слово МЕН Которое мы только что говорили МАНИ МЕН Это мужчина МАНИ Это деньги А вот дошли до следующей строчки И тут опять нас ждет сюрприз Опять отошлем к тому самому фильму, о котором мы говорили Опять, значит, ну, в начале Вот есть звук В Это звук В Это звук Ф А вот этот звук читать надо правильно Он читается не как В Это ошибка Его надо читать как УВ УВ И когда мы говорим слово ВИНДОУ Надо произносить звук У, а не В Из столицы Соединенных Штатов Называется УАШИНГТОН, а не ВАШИНГТОН И доктора зовут УОТСОН, а не ВАТСОН Как мы его окрестили Так вот опять В том же самом фильме Где уже поздно дает Ургант урок Когда Ургант произносит слово УИЛЛАЧ И он произносит им вот так вот УИЛЛАЧ А поздно управляет ВИЛЛАЧ Вот надо понять следующее Слово начинается с буквы В И нужно читать четкое В В Вот зубы стартуют с нижней губы А вот здесь никакой губы нет Здесь звучит так Вот два слова Very well Very well А это простой звук Ф Итак, В, Ф и У Window